По Комсомольской 27 вчера была течь трубопровода, дом перекрыт в теплокамере, передана телефонограмма в управляющую компанию. Холодные трубы сразу в нескольких квартирах многоэтажки стали причиной обращения людей в теплосети Черкеска. По словам горожан, они вот уже несколько дней мерзнут, несмотря на начало отопительного периода. После проверки показаний системы и поиска причин неисправности, специалисты ресурсоснабжающей организации определили, что сбой произошел во внутренних коммуникациях. Комсомольская 27. Так, вас обслуживает Комсомольская 27. Так, УКЖХ номер 1. Аварийная служба 204111. К ним обращайтесь. Со старта отопительного периода прошло около двух недель. Подача тепла городским потребителям проводилась в два этапа. Первыми его ощутили сотрудники и посетители социально значимых объектов. Затем отопительная система заработала на полную мощность и в жилых домах. Спустя неделю, 19 числа, после издания распоряжения мэрии муниципального образования, тепловые сети приступило к подключению многоквартирного жилого фонда. Что касается подключений и мероприятий со стороны у тепловой сети, мы выполняем мероприятие до границы раздела балансовой принадлежности эксплуатационной ответственности, а именно подключаем вводные задвижки на вводах многоквартирных жилых домов. Управляющие компании, в свою очередь, должны открывать вводные задвижки уже в тепловых узлах. Как отмечают в тепловых сетях, именно на управляющие компании и ТСЖ ложится ответственность за проверку состояния коммуникации внутри домов и в подвальных помещениях. У самой сетевой организации доступа к ним нет. Если приборы показывают падение давления в сетях, специалисты ресурсоснабжающего предприятия в кратчайшие сроки определяют место сбоя в подаче тепла, затем устанавливается принадлежность участка. Люди привыкли, что тепловые сети подают тепло, мы платим за тепло в тепловые сети, и поэтому тепловые сети должны полностью устранять какие-либо причины. Но есть разделение зоны ответственности между управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями и, соответственно, населением, в рамках которых непосредственно нужно действовать. То есть, если нарушение внутри дома происходит, то необходимо обращаться в управляющую компанию. Если повреждение теплотрассы прошло снаружи, соответственно, обращаться нужно к нам. В настоящее время все котельные работают исправно и в полном объеме удовлетворяют потребности города. В случае выявления проблем с целостностью системы, специалисты тепловых сетей готовы оперативно устранить неисправность. Вот только зачастую течь имеет место быть за пределами их зоны ответственности, как в случае с домом по улице Комсомольской. На момент подготовки материала к эфиру управляющая компания уже занималась поисками устранения данной проблемы. Кроме того, по словам сетевиков, нередки случаи, когда приостановка подачи отопления связана с несанкционированным сбросом в системе. То есть люди самовольно проводят реконструкцию оборудования, переносят отопительные приборы на балконы. В процессе работы сливается теплоноситель, расположенный в подвале. Как итог, жалобы от жильцов на холод в квартирах. Специалисты рекомендуют горожанам согласовывать свои действия с управляющей компанией. А при выявлении проблем с подачей одновременно и тепла, и горячей воды, обращаться по номерам теплосетей. Работающие в круглосуточном режиме диспетчеры помогут найти оптимальный вариант устранения неисправности с привлечением сотрудников той или иной обслуживающей организации. Артур Мхц, Рамазан Токов. Итоги недели.